И мы продолжаем. Прогнозировать правонарушения вскоре можно будет в Казахстане. Поможет искусственный интеллект. Сейчас программа находится в разработке. Это один из шагов реализации задач, которые поставил в своем новом послании президент страны. Какие проекты уже внедрили и как они облегчают жизнь населению, журналистам рассказали на брифинге в филиале службы центральных коммуникаций. Следить за своими штрафами, найти информацию о злостных элеменщиках. Все это возможно, не выходя из дома, говорят спикеры. В Комитете по правовой статистике успешно работают 8 информационных проектов. К примеру, Комитет к каждому дому. Сервис доступен в режиме онлайн по адресу прав.стат.кз. А в самой отдаленной перспективе создание электронной модели с участием искусственного интеллекта по прогнозированию административных и уголовных правонарушений. Такая система уже применяется в нескольких странах, например, в Соединенных Штатах Америки. Там она называется Big Data. Тот уровень, который позволит правильно расставлять силы и средства правоохранительных органов, прогнозировать криминологическую ситуацию. Единый реестр административных производств – система Е-штраф. И кроме этих проектов, прокуроры разработали вот такой интернет-портал. Это карты. Здесь содержится информация о проверках предпринимателей, в каком районе города живет больше всего нарушителей закона. Опираясь на данные, можно, к примеру, скоординировать маршрут ребенка в школу или подобрать новое жилье, отмечают спикеры. А система Зандалык значительно облегчает жизнь прокуроров. Программа появилась в августе прошлого года. Программа позволяет проверить правильность назначения уголовного наказания до вынесения приговора. Ориентируясь на обстоятельства дела, она рассчитывает допустимые пределы наказания. Сразу предупреждает, какие виды не могут быть назначены. Она предлагает окончательный вид и размер наказания по совокупности. Также просчитывает размер времени содержания под арестом или домашним арестом. Посчитает размеры кратных штрафов и штрафов в МРП. В итоге меньше правовых ошибок, говорят прокуроры. Ни чрезмерно суровых, ни неоправданно мягких приговоров. Программа пока не имеет аналогов ни в одной стране мира. Александра Салминарус, Тамт Леужанов, Новости МТРК.